Привет! Вы на канале Рефинат Саунд. Сегодня мы поговорим об этнических инструментах. Если говорить о современной музыке, то вряд ли на ум сразу придет использовать какие-нибудь гусли или никель-харпу в рэп-треке или в любом другом современном направлении. Звучит это, конечно, странно, но это только на словах. Этнические инструменты могут усилить настроение вашей музыки или создать ей какую-нибудь особенную атмосферу. Последнее время меня эта тема довольно-таки увлекла. А началось все с того, что я наткнулся на библиотеку балавайки для контакта. Потом я начал искать другие этнические инструменты и начать было решено с тех, что ближе, со славянских инструментов. Меня интересовали, естественно, клавишные, струнные, духовые и все, что только угодно. Но главным из критериев было не только качество, но и относительно маленький вес, чтобы это все не превышало 5 гигабайт хотя бы. Ну давайте посмотрим, что мне удалось найти. Ну это, конечно же, не современная музыка, но я когда скачал все эти инструменты и когда их наслушался, в меня прям вселился русский дух и мне захотелось написать что-нибудь этакое. И таки я сделал это. Но мы все-таки рассмотрим эти инструменты по порядку и первым, что было скачано, это, как я уже и говорил, была та самая балалайка. Кстати, хочу сразу сказать, пока она здесь вот добавляется, одна из библиотек... Блять, батарея бьет током. Так вот о чем я говорил. Одна из библиотек, которые я скачал, оформлена довольно-таки неоднозначно, что ли. Материал, который там используется, можно охарактеризовать как 18+, и мне поэтому придется как-то зарисовывать кубиками, что ли, это потом все. Но мы здесь видим балалайку пока что, там тоже будет балалайка. И как она, значит, у нас звучит. Ну это у нас была игра рукой, так сказать. Также есть режим Strand, здесь у нас идет такая большая атака. Да, и у нас идет режим Pattern, и в нем можно выбрать, каким образом будет играть у нас наша балалайка. Значит, тут уже все настроено, но звучит это не как русская балалайка, а как... я не знаю, что это. Также можно сыграть аккорд. Но это не очень похоже на наши русские мотивы, однако можно настроить ее так, чтобы все было похоже. Ниже настраивается открытая или закрытая струна, то есть если крестик, то это везде... Гитаристы поймут, это называется мьютинг. То есть струны совсем приглушенные. Ну и, соответственно, если поставить квадратики, то они все будут у нас открытые. Вот такая балалайка. Она довольно-таки интересная, и звук у нее довольно-таки неплохой. Хотя я читал не очень лестные отзывы о ней, но я так и не понял, почему, собственно, на нее так ругались. Может быть, кто-то просто разбираться не захотел. Но у нас так оно и часто происходит. Поэтому я, кстати, в последнее время меньше читаю комментарии, отзывы. Лучше уж самому попробовать, а потом решить, хорошо это или плохо. Переходим дальше. И здесь у нас будет набор инструментов, который называется Чаплыгин Инструментс Раша. Здесь есть несколько инструментов на выбор. Это, опять же, балалайка. Балалайк здесь хреново тучей. Отличаются они, в общем-то, ну, немного между собой. Посмотрим, как это все звучит. Опять же, есть привычное звучание соло, то есть когда играется одна нота. Ну, и можно составлять из этого аккорды. Далее у нас здесь есть возможность игры на этом инструменте в режиме тремоло. Это когда балалайка или любой другой струнный инструмент делает вот так. То есть некое такое бренчание. Но здесь есть минус, например, такой, что если ты выбираешь ноту ниже, то это бренчание становится менее скоростным. И наоборот. Это, конечно, минус. Бас балалайка имеется. Также есть и бас балалайка в режиме тремоло. Здесь тоже можно отметить разную скорость игры, но здесь она, мне кажется, как немножко менее отчетливо звучит и тем самым делает плюс в пользу этой балалайки. Но вряд ли вы будете пользоваться балалайкой бас-тремоло. Господи, о чем мы говорим? Короче, балалайк здесь просто дохрена. И выбрать есть из чего. Но мы не будем гранищу с одними балалайками. У нас есть баян. Бас-баян. И этот бас-баян, не знаю почему бас, кстати говоря, он играет аккордами. С правой стороны у нас минорные аккорды, с левой мажорные. В баяне соло у нас отчетливо слышен звук нажатия клавиши. Вот этот вот... Само биение пальцев по клавишам, что создает больше живости, можно сказать. Но в некоторых случаях на практике я проверял, что как раз этот звук и мешает, потому что он слишком долбит постоянно. Но опять же, это можно исправить эквалайзером. А так, этот баян звучит довольно-таки неплохо. Соответственно, здесь есть баян тремоло, но это вообще странно. И никакого тремоло, естественно, здесь нет. Но звучит все почему-то в левом канале. Ух, какая жесть. С баяном закончили. Здесь также есть домра. Если кто-то не знает, домра это практически то же самое, что и была лайка, только инструмент сам по себе, он округлый такой, с тремя струнами. И звучит немного помягче. Кстати, в детстве у меня была домра, но, к сожалению, она не дожила до наших времен. И выглядела она практически вот так же. Но звучит она... Как я и говорил, немного помягче. Также есть домра-тремоло-дуо. Это обозначает то, что она якобы играет с двух сторон. Ну, то есть, просто обладает стереоэффектом. Следующий инструмент у нас гусли. Ладно, переходим дальше. Вот такие вот хард-гусли. Они звучат действительно с большей атакой. Следующие гусли-соло-октавы какие-то. Да, действительно, октавы. Это звучит так, как 12-струнная гитара, когда играются две струны одновременно. Хотя ты нажимаешь на одну клавишу. И одна струна звучит на октаву выше, другая на октаву ниже. Соответственно. Переходим дальше. У нас такой инструмент замечательный, украинский, насколько я помню. Называется сопилка. Но здесь мелодии, которые сыграны на этой сопилке. Вот такой веселенький инструмент. И далее у нас имеется, собственно, тот же самый инструмент, но только на котором мы уже можем сами что-нибудь сыграть. Только звук у него довольно-таки говеный, хочу сказать. Фу. Вот последняя нота была особенно отвратительной. Мы закончили с этим набором чиплогин-инструмент. Возможно, он вам будет полезен. Если вы захотите его скачать, то он легко ищется в интернете. А мы в это время переходим дальше. И у нас Edge Sounds Native Russian. Так называется следующая подборка. И здесь тоже несколько инструментов. Начинать мы будем не с бонуса, а с клавишных. И этот инструмент называется Bandeon. Я не знаю, что это, но это, видимо, какая-то типа гармошка. И она, сука, очень громкая. Следующая у нас идет, собственно, гармошка. И это та самая библиотека, о которой я говорил в начале. Мне не очень нравится такое оформление, поскольку здесь много места занимает просто какая-то ненужная картинка. И всего лишь одна ручка, которая отвечает за продолжительность ноты. Хрен с ним то, что здесь крокодил гена разъярённый. Это ещё ладно. Дальше будут картинки, ну, не самые приятные. Хотя, может быть, кому-то оно и понравится. Но я не люблю вот эту пошлятину. Звук тоже не самый лучший, в общем-то. Вот у нас уже здесь начинаются намёки на пошлятину. Я взрослый человек. Меня этим, в принципе, уже не удивить. И поэтому мне не хотелось бы видеть среди инструментов каких-то голых баб. И ладно, если здесь она ещё более-менее нормально выглядит, а в следующих инструментах будет только хуже. Ну, вы поймёте, о чём я. А звучит этот пианино у нас вот так. Создаётся впечатление такого уже разбитого старенького пианино. И, в общем-то, мне кажется, звучит это уже неплохо. Далее у нас идёт куча аккордеонов. Здесь звук тоже, в общем-то, ни о чём. И вот началась та самая жесть, о которой я вам говорил. И вам ещё повезло, то, что вы не видите того, что здесь находится на баяне, что здесь лежит на нём. Потому что я это всё закрою, естественно. Но я советую вам скачать эту библиотеку и посмотреть именно вот, прям вот ради только этого. Посмотреть на всю эту мерзость и эту жесть. Вот та самая пошлятина, о которой говорил. Звучит тоже ни о чём. И последний инструмент у нас здесь называется Велтмайстер. Я не знаю, что это такое. Возможно, это тоже какая-то разновидность аккордеонов. Но звучит она всё же тоже довольно-таки погано. Дальше у нас идёт баян. И баянов у нас здесь тоже хреново тьма. Картинки весёлые, опять же, продолжаются. Также здесь есть баяны, которые играют аккорды в определённой тональности. Все мы их проверять не будем, потому что это одно и то же. Также просто аккорды баяна. Ещё этот звук замечательный здесь. Без него-то вообще никуда. Ну и, в общем-то, если говорить о баянах, то здесь можно из чего-то выбрать. Можно также поработать с ними потом эквалайзером, чтобы как-то поднастроить. Ну и было бы неплохо залепить эти губные картинки оттуда, но, к сожалению, это практически невозможно. Переходим дальше. Здесь у нас перкуссия. Первое, что мы видим, это бубен. Снова картинки. В той самой мелодии, которую мы слышали, когда только открыли FL Studio, как раз были использованы вот эти вот бубны. Дальше переходим. Здесь у нас барабаны. Барабаны довольно-таки средние. Даже не то, что средние, но просто они есть. Дальше, видимо, незаменимый для русского человека звук рюмки. Он одинаковый на каждой клавише. Не знаю, где он мог бы пригодиться. Переходим дальше. Здесь у нас снейр. Только один лишь снейр. Нахрена он здесь нужен? Я не знаю. Не будем здесь задерживаться. Идём дальше. Здесь струнные инструменты. Slap Bass. Здесь есть как сам инструмент, так и эффект, который с помощью этого баса можно сделать. Всяческие постукивания и так далее. Не знаю, насколько он будет полезен. Бас Урал. Если кто не знает, Урал это очень старая, если можно сказать, фирма гитар. Эти гитары, по легенде, весили чуть или не 100 килограмм. Я, к сожалению, не держал в руках таких гитар, но, судя по звуку, а звук я слышал, всё может быть. Действительно, звучали они отвратительно. Примерно так же, как этот баст. Далее у нас мандолина. Вот этот инструмент мог подойти, кстати, под многие стили музыки. В общем-то, сделан он довольно-таки качественно. Русская арфа. Я не знаю, что это, но выглядит это не как арфа. На первый взгляд, ничего особенного, но, в принципе, этот инструмент очень даже хорошо может использоваться там, где не хватает середины, то есть среднего диапазона. Дальше у нас ситар. Я не знаю, каким образом он относится к русским инструментам, но он здесь всё-таки есть. Звуки довольно-таки средненькие. Есть ситары и получше, кстати, скоро тоже будет в обзоре ситар. Но этот тоже имеет место быть. Если что, его, в принципе, тоже можно использовать, опять же, во многих стилях. Если фантазия сработает, то вполне возможно. Далее у нас идёт балалайка. Балалайк здесь херово туча. Это бас балалайка, весёлый мужик. Бас балалайка ни о чём. Так же, как и это, собственно. Дальше у нас, по идее, должны быть аккорды. Мажорные и минорные аккорды, как обычно. Не знаю, насколько они могут пригодиться, но, возможно, где-то. Здесь у нас есть контрабас, и он довольно-таки неплохо звучал, по-моему. В определённых стилях музыки он может и пригодиться. Дальше у нас идут лупы балалайка. Вот эти вещи, кстати, вполне возможно тоже использовать в практически любом стиле, наверное. Хотя, казалось бы, что это всего лишь балалайка. Опять же, всё зависит от вашего воображения. Вон, это была последняя домра, и это был, наверное, последний, да, последний струный инструмент, который здесь есть. Далее у нас идут духовые. Не знаю, зачем это здесь нужно. Не очень натурально звучащий город, но можно его, конечно, как-то обработать, но мне это напоминает наши советские мультики, которые были как-то типа восстановлены, и там поменяли музыку, поменяли озвучку, и это звучало как раз вот так же ненатурально и пластиково. Русский свист. Может быть, это пригодится для саунд-дизайна, кстати говоря, если правильно обработать. Не знаю, есть ли среди вас кто-нибудь, кто пишет русский народный или хотя бы вообще классику какую-то, что ли? Мне кажется, что нет. Это у нас знакомый инструмент, который называется сопилка. Звук вроде как и неплохой, если смотреть на него с перспективой обработки. Но так-то, конечно, всё звучит очень хреново. Ненатурально. Это у нас дальше свирель. Это мне напоминает какой-то детский синтезатор. Дальше у нас идёт флейта. Снова дебильные картинки, которые я терпеть не могу. Снова звук какой-то пластиковый и ненатуральный. Да если играть аккордами, то, возможно, что-то из этого получится, но соло-инструмент из этого никакой. И переходим к последней подборке этнических инструментов наших русских, которые так и называются Russian Masters. Здесь из инструментов у нас представлены, опять же, струнные, духовые, перкуссия и что-то там другое. Значит, со струнных, если начать, то здесь мы видим не совсем уж такие Russian Masters. Неплохой инструмент, хотя качество, опять же, не самое лучшее. Дальше в подборке Russian Masters у нас Chinese Pipa, то есть китайская какая-то... что-то, я не знаю, что это. Вот так она звучит, тоже может пригодиться. Мы можем обработать звук прямо здесь, в библиотеке. Немножко криво это сделано, но... подать вот стерео, например. Что это за инструменты, я даже догадываться не могу. По одной ноте здесь играть не получится, здесь нужен обязательно аккорд, и он будет звучать вот именно так. Не знаю, как вам, но мне довольно-таки интересно, и действительно это может превратиться не только в русскую народную песенку, но и во что-то более интересное, опять же, даже в стиле эмбиент, может быть. Но балалайки-то все равно абсолютно не русские, и звучат они довольно-таки восточном, мне кажется, больше похоже на какую-то Корею вообще. Ну вот, это точно наша балалайка. Ну, насколько я понимаю, это обработанные те же самые балалайки, только пропущенные через некоторые фильтры, и звучат они очень круто. Я, пожалуй, запомню, где они находились. В принципе, всем инструментам здесь не хватает обработки, в том числе и этому, хотя звучит он тоже неплохо. Но опять же, аккордами играть нельзя, хотя я не видел, чтобы играли аккордами на каких-то духовых инструментах. Снова какое-то странное название. И по картинке уже здесь не поймешь, что это такое. Похоже на человеческую кожу с рисунком. Судя по звуку этого, возможно, кстати, есть человеческая кожа. Не буду рисковать читать это название, просто давайте послушаем. Опять же, знакомый уже варган. Играть, естественно, нотами здесь не получится, поскольку у варгана нет никаких нот, она только одна. Песня под русский баян. Вот это интересная штука, но опять же, она никак не зависит от ритма и он нигде не указан. Возможно, в прилагающейся инструкции, если можно сказать, есть описание, с каким темпом было записано. К сожалению, как-то меня не меняй. Скорость проигрывания никак от этого не зависит. У нас сегодня не было примера использования этнических инструментов в современной музыке какой-то, но он будет завтра. Завтра я выложу трек, который как раз-таки содержит в себе один из инструментов. Может быть даже... Нет, там даже не один, там где-то три, наверное, получается. В общем, вот как-то так. На этом всё. Я надеюсь, это видео было полезным. Там внизу есть некоторые ссылочки в описании. Я буду вам признателен, если вы подпишетесь на канал, если вы подпишетесь на Инстаграм, если вы вступите в группу ВКонтакте. Ну и, естественно, за донат вообще огромное спасибо. Ну и что мне осталось сказать? Спасибо вам за внимание. Меня зовут Владимир. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok